Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников с описанием по книге «Великие музеи мира». Броншведский монограммист, активен во второй половине XVI века, сцена в борделе. Вторая половина XVI века, дерево, смешанная техника, 32 на 45. Броншведским монограммистом называют анонимного нидерландского художника, работавшего в Антверпене. Своё имя он получил по подписанной работе «Чудесное насыщение пятью хлебами» из музеев Кулериха в Броншведе. Мастер был известен религиозными сюжетами, а также многофигурными композициями бытового жанра и считается одним из самых ярких предшественников Питера Брейгера-старшего. Его картины словно случайные зарисовки из повседневной жизни, но при более близком рассмотрении они оказываются наполненными глубоким смыслом. В центре композиции зрители видят несколько ланцкнехтов, наёмные пехотинцы, в основном из представителей низшего сословия, которые развлекаются с девицами лёгкого поведения. Справа у камина сидит молодой человек и греет руку. Рядом служанка в белом фартуке поверх красного платья, перед ней стул, на трёх ножках миска с тестом и вязанка хвороста. Девушка отвернулась от огня и разговаривает с одним из солдат, показывающим, что графин с вином пуст, одновременно передаёт только что испечённые вафли другому. Он, в свою очередь, свободной рукой держит за руку другую девушку, поднимающую бокал с ланцкнехтом в жёлтой костюме. Таким образом, получается, что все персонажи картины образуют цепочку, оказываются связанные друг с другом. Слева от основного помещения можно видеть спальню, отделённую низкой деревянной перегородкой. На кровати сидит женщина в одной белой рубашке, перед ней полурозетый мужчина. Другая парочка поднимается по лестнице. Девушка с большим ключом идёт впереди. Молодой человек с шаром в левой руке, символизирующим непостоянство любви, следует за ней. Ну, вот такое описание к работе сцены в борделе «Бароншвейский монограммист». Вторая половина XVI века. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok